Относительно элиты вопрос такой знаете сложный потому что как бы элита все-таки вот для меня для меня мне бы хотелось скажу так это может быть так прозвучит может быть с точки зрения политолога какого-нибудь и культуролога немножко таким вот такой банальщина но мне очень близка позиция которую вот как раз таки упомянули термин прогрессор это термин который вот братья стругацкие аркадий борис они вели в своем мире полудня в серии своих научно-фантастических романов и у них в их мире полудня этого будущего такого просветленного осознанного человечества там элитой были учителя и врачи вот то есть вот эта позиция мне очень близка то есть ну учителя врачи там не знаю ученые философы там вот 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 когда такие люди бы были элиты которая бы решала в нашем мире нашем обществе как правильно как неправильно начинать войны или никогда их не начинать там помогать другим людям или там одно из произведений да вот это правильно я считаю то есть вот те люди верно в концентрированном виде до изложения сути элиты которые они видят над нами над обществом знают уже да все его грехи и пытаются направлять его вот это мне близка позиция если бы это было так если пыль это было такой это было бы просто замечательно то есть вот но тут что то есть от какого-то жречества от каких-то демиургов мне кажется что это попахивает каком-то мировым правительством или какой-то да каким-то египетским жречеством как проводя параллели зато мне попахивает феодализмом и чем-то другим но вообще это мирами это называется меритократия когда у власти достойнейшую да вот это вот не очень близко я бы хотел видеть элиту именно такой не властью там капитала и связи и каких-то там не знаю взаимоотношений кто чей там сын или дочь там например да или знакомая а когда человек по своим знаниям по своим способностям интеллектуальным творческим духовным каким угодно он становится элиты как бы вот я бы хотел видеть когда реализовать это такой сложный вопрос более он же не в вакууме у него тоже и же есть дети и жены которых надо пристроить а дальше уже не все так рассуждают что пристроить вот тот человек который горит он одинок по своей сути наверно да и он атомизирован выживание вида человека определила на групповое взаимодействие соответственно тут уже какие-то неформальные связи начинают проявляться кто-то может быть там не наделен какими-то способностями но он же такой хороший вообще мой родственник пусть он будет моим заместителем ну так происходит часто часто так и происходит ну я не считаю что это правильно нужно как раз формировать такие институты которые позволят вот этот социальный лифт такой вот меритократический лифт социальный вот сделать сделать как бы реальностью более доступны ну да то есть человек со способностями он может выйти очень высоко и как раз таки вот чтобы такие люди не по семейным там и каким-то другим критериям а именно по своим качествам становились бы элитой вот а вообще опять таки если так сказать про наш современный мир интерактивный медийный то есть все-таки такие вот политические формальные элиты да но в нашем мире таком в котором информация становится очень важно вообще доступна неформальная элита могут стать все те кто активно пользуясь доступными абсолютно любому человеку инструментами может говорить правильные хорошие там вещи что-то творить интересное рассказывать об этом делая какое-то дело нужно о нем рассказать чтобы другие люди тебе присоединились чтобы вас было больше чтобы ты находил единомышленников чтобы вместе могли сделать что-то гораздо больше чем может человек в одиночку была ситуация в общем электория с участием станислава дробышевского это было в том году в апреле и много людей там сотни человек сидят в актовом зале в кинозале дгпб и такой мальчик сидит в каске вот маленький мальчик он пришел туда и потом уже в громкоговорителе начали говорить что мол там разыскивается мальчик за ним пришли вот а он за одно мероприятие пришел к нам сидеть и слушать вот по антропологии лекцию просто станислав он великолепный рассказчик оратор он затянул этого мальчика своим таким вот подходом хорошо ну расскажите каких-то еще проектах на вас есть фестиваль меч дона кажется что это такое какие еще существуют направления которыми вы занимаетесь ну на самом деле вот как наука про она стала неким таким вот им одним из последних проектов которые я делал вместе с моими тоже там друзьями товарищами одноклубниками вот так военно-историческом движении уже давно состою и наш военно-исторический клуб станица он является организатором фестиваля меч дона меч дона 2016 году мы провели в парке вики черевички на дамбак и театр есть и мы там организовали такой турнир очень массовый большой наверное самый большой вот за всю предыдущую историю в ростов-на-дону именно турнир посвященный военно-исторической реконструкции и сб историческому средневековому бою вот я был его организатором меня на это вдохновили мои друзья такие близкие и собственно говоря от начала до конца все это вот мы сделали интерес большим интересом от души было много людей было очень много бойцов на кубок да то есть у вас приезжали из других да там смотрите там были бои один на один то есть штука сб это люди в доспехах в доспехах бьются на стальном оружии полноконтактных то есть это не показуха это именно вот вообще пусть полностью все правдоподобно они дерутся по-настоящему травмы учитывая что есть не случай учитывая что есть доспехи это все-таки ну смягчает получать получаемый урон и в них не особо чувствуешь на самом деле удар но есть бойцы которые от которых удары чувствуешь вот и конечно такой жесткий вид спорта который в россии сейчас активно продвигается и мы немного к этому имеем отношения мы рады и с бы продвигать в нашем клубе люди занимаются и с б вот и значит были бы и один-на-одина меча дона и боит три на три когда команда из трех людей против трех дерется кто упал тут уже не поднимается и вот пока не останется один или двое из одной стороны и много вы провели подобных 2016 года меч дона стал уже в следующем семнадцатом году фестивалем вот благодаря тому что сергей бойко он присоединился к нашей команде организаторская и сейчас вот он курирует меч дона значит активно активно помогает он проходил последующие годы в парке горького значит на утре большей сцене и как раз там вокруг есть много такое место для расположения инфраструктуры такой интересно там ярмарка была мастер-классы исторические танцы представления других разных фехтовальных направлений это все было мы стараемся максимально открыто дружественно и как бы так позитивно относиться ко всем направлениям вот в этой области приглашая все к себе и создавая такую атмосферу дружественного взаимоотношения вот это правильно я считаю правильная позиция в любых областях то есть это дает много возможностей организовать такой фестиваль так понимаю это разрешение городской администрации какие-никакие средства для того чтобы вообще организовать всю инфраструктуру это тоже собственная инициатива это была собственная инициатива и она сейчас остается таковой это просто люди занимаются тем что они считают нужным что им нравится делать вот вне зависимости от их работ других разных дел проблем кстати говорят как байкерское движение ну байкерское движение утром галстука на выходных облачаться в доспехе можно сказать каком-то смысле так вот и относительно сложности организации вы знаете ну все в любая организация она достойна уважения и скажем так я это просто знаю как организатор я вот с момента как я стал организатором я начал уважать любых организаторов потому что большой объем вообще просто усилий времени если все сделано качественно ответственно это очень здорово и сложно было да сложно было организовывать вот мне помогали мои друзья одноклубники мы это все вместе провели сделали и сделали очень хорошо последующие годы и все стало еще серьезнее массовее активно в сети тоже продвигаем меч дона и вот раз в году в конце сентября начале октября может вычет прийти посмотреть на бы и самоизоляция планируете проводить и пока непонятно ну пока непонятно планируем конечно но непонятно как все будет у нас завтра не говоря уже осенью надеемся надеемся что все будет нормально какие-нибудь перечислить еще проекты если таковы есть вот клуб альпинистов по моему некоммерческое сообщество ростов экстрим мы специально его так обозначаем некоммерческое самого начала потому что показать что это просто сообщество людей которым нравится там быть вместе заниматься одним делом то есть у нас просто есть клуб туристов альпинистов планета вот многие из нас там состоят и активно там участвовали в свое время вот и в других разных клубах других городов но возникло такое как сказать ощущение что вот нам еще самим по кайфу по фану где-то собираться кота выезжать что-то делать сообща и обогащать нашу жизнь какими другими направлениями может быть совершенно не связанными с альпинизмом туризмом и так постепенно у нас возникло форум наш ростов экстрим где начали собираться активные люди которые занимаются самыми разными направлениями там от не знаю туризма альпинизма заканчивая там например там теми же фехтования основной смысл коммуницировать с людьми создавать площадку на которой все люди могут собраться и каждый что-то предложить интересно что-то сделать организовать куда-то пойти и дать им определенную свободу чтобы они это делали ну то есть от души как им нравится это делать и и и и Продолжение следует...